Всем привет! Приветствую вас из центра Махмуд Лара. Недавно мы с вами прогулялись по Пистелю, а сейчас я хочу с вами прогуляться по нашему любимому Махмуд Лару. У нас замечательное солнышко, у нас так жарко, что я на удивление прячусь в теньке, хотя одета я легко. Пойдем мы с вами по центру и будем идти вот как идет. Я думаю, что мы на набережную выйдем. Нет, давайте мы сначала по Барбаросу, а потом вернемся по набережной. Давно мы с вами здесь не гуляли, очень-очень давно. Светит солнышко, немножко непривычно мне даже без жилетки, потому что еще вчера я была в жилетке, я не могу сказать, что мне было сильно жарко. Сегодня вот так вот все изменилось. Я в легенькой кофточке и мне просто настолько комфортно, что я прячусь в теньке. Это наша любимая Ханжи. Очень люблю саму кондитерскую, именно эту. Очень люблю здесь персонал, очень классно. Дочка у меня тоже сюда часто бегает. Здесь хороший интернет, быстрый, и она с своим планшетом сюда прибегает, сидит, кушает тортики. Вот интересно, вам будет что-то слышно, потому что ветер мешает говорить. Посмотрите, какая красота вокруг. И сейчас у нас цветут апельсиновые деревья. От них запах, как от жасмина. Вот я вам покажу сейчас цветочки, вот такие, чтобы вам было видно. Вот такие цветочки, давайте так приближу, не руку буду поднимать, а вот так. Видите? И они очень-очень ароматно пахнут. И у меня уже начинают чесаться глаза, потому что на этот запах у меня, к сожалению, аллергия. Посмотрите, как все цветет. И именно в это время, вот в апреле, у нас будет удивительное явление. Хотя в этом году началось раньше, потому что... Потому что... Ага, здесь я уже вам могу его показать. Потому что была очень теплая зима. Смотрите, когда апельсины еще прошлый урожай. Видите апельсинки? И уже цветы от новенького. Наши знаменитые часы. И мы с вами поворачиваем на Барбароса. Пойдем по Барбароса. Тоже мы здесь давно с вами не было. Изменения какие? А, какие изменения? Ну, буду проходить, тогда скажу по ходу. Есть одни значительные изменения. Тут была, по-моему, кондитерская или пекарня, что-то в этом роде. Теперь здесь кебаб. Но это не то, что я вам хочу сказать. Ну, ладно, я скажу сразу, потому что вдруг я забуду. К сожалению, никаких изменений с нашим торговым центром. Это к большому-большому сожалению. Сегодня у нас пятница, 9 марта. Завтра будет рынок. Жду с нетерпением, потому что на рынке сейчас очень много интересных, интересных разных вещей. Детские качели. Здесь никаких изменений. Ветер. Я очень переживаю, что вам не будет слышно хорошо. Так, что касается этой стороны. Здесь все как было. Вот оптика, по-моему, появилась новая. Буду немножко поворачивать голову направо-налево, чтобы меня никто не задавил. Оптика появилась новая. Там все по-старому. Там 82 салы позары. Наш любимый. У меня есть видео, посвященное только этому магазину. Так, и мы двигаемся дальше. Здесь почта. Тоже никаких изменений. Кафе. Витаминный бар, который вот в таких вот апельсинчиках интересных. Он еще... Этот апельсинчик закрыт. Кафе не открылось. Есть одно кафе, такое же поставили прошлым летом на набережной в центре. Оно, по-моему, работает даже сейчас. Проходим 82 салы позары. И что я хотела вам показать. Вот мы сейчас приближаемся. Если кто-то когда-то отдыхал в отеле Blue Velvet. По-моему, так он назывался. Храните свои фотографии, как исторические. Потому что такого отеля больше не существует. Его снесли... Это четыре. Такого отеля больше не существует. Его снесли. На его месте строится комплекс. Ну, собственно, вот я вам сейчас зайду сюда и покажу, что осталось от отеля Blue Velvet. По-моему, такое название, если я не путаю. Ну, вот. Вот эта кучка от ваших воспоминаний об отдыхе осталась. Теперь здесь будут воспоминания тех, кто купит квартиры в этом новом комплексе. Как сносили вот эти дома. Здесь были желтые дома турецкой постройки. У меня есть видео. Если я найду, то я его сюда обязательно вставлю. Когда сносили этот отель, я не знаю, что там случилось, но в один из дней он загорелся. Там был пожар. Не знаю, по какой причине. Когда его еще не снесли, там только убрали рамы. И он загорелся. Кто активный участник групп в Фейсбуке, тот наверняка эту новость читал. Ну, а теперь вот от него осталась вот такая. Вот такая кучка. Странно еще одно изменение. Burger King, куда я не хожу. Перенесли на профит магазина Millionaire. Вот как раз там, где идет стройка. Чуть дальше рынка по субботам. А раньше он был на той стороне от часов. Сейчас Burger King здесь. Вчера мы ходили в Аланьюм на третий этаж. Вот я вам сейчас скажу. Взяли мы с мужем Пиде. Там Карадынис Пиде. Я банк гарантии. А по-моему, это тоже новый. Да, потому что новый дом и новое отделение банка. Да, из центра они ушли. Теперь они здесь. Вот, видите. Так, взяли мы Пиде. Карадынис Пиде. Оно было отвратительное. Оно настолько красиво у них на картинке. Стоит 20 лир. Мы взяли микс. Настолько жирное, что этот жир застывал прямо на губах. Эртан взял кумфир. Кумфир мне понравился. Это такая картошка. Запеченное ее раскрывают. Туда кладут, перемешивают, значит, со сливочным маслом и сыром. И вы потом сами выбираете что-то. Да, оливки, сосиски, кукурузку. Ну, там есть и русский салат тоже. Все что угодно вам туда намешивают. И вот такую мишанину вы кушаете. Но она вкусная мишанина. А Виолетта Бургер Кинге решила. Я не разрешаю. Но она захотела. Ладно, мы ей разрешили. И это было отвратительно. Я у нее попробовала. Я не знаю, честно говоря, как такое может нравиться. Настолько отвратительная эта котлета была. Из чего-то вообще абсолютно непонятного. Я такое не ем. Большой мегрос. Хороший магазин. Я здесь тоже периодически бываю. Был бы он еще чуть ближе к моему дому. Была бы чаще. Но все равно моим фаворитом остаются пока А101 и Бим. Бим не во всем. Вот молочную продукцию я в Биме не люблю. В А101 тоже не все люблю. Но есть то, что я выбрала для себя. И оно гораздо дешевле. Если такие же продукты, я уже говорила, то нет смысла брать то же самое в мегросе. В мегрос я хожу за тем, что я не могу найти в тех магазинах. Я просто не вижу смысла платить то же самое, за тот же самый товар, за абсолютно тот же самый товар. Но там на 3-4 лиры больше. Я немножко свернула. А, еще хотела вам сказать. Я хотела еще сказать. Рабочую машинку везут. Я хотела еще сказать по поводу сыров. Я недавно только стала обращать внимание на состав. Я как-то до этого смотрела. Вроде бы как бы все натуральное было. А сейчас мы берем только сютаж. Потому что он натуральный. А другие там уже по два. Куруюджу. Это... Ой, как же их? Куруюджу, куруюджу. Во многих сырах... Только что... Слушайте, вот я выключила фотоаппарат. Я вспомнила... Консерванты. Я вспомнила слово. Открыла и забыла. Консерванты. Ну, бывает так, когда слово часто не используешь. Или используешь его только на турецком. Тогда оно просто из обихода выходит. И из головы тоже, как оказывается. Хотела продолжить движение сначала в эту сторону. Но потом увидела вот этот вот ресторанчик. И хочу вам про него рассказать. Очень уютно сделано. Но-но-но подкачивает кухня. Хотя здесь нужно знать, что брать. Здесь нужно знать, что брать. Дело в том, что здесь домашняя турецкая кухня, которая у них каждый день меняется. Она вкусная. Мы кушали здесь. Но то, что касается вот стандартных там шашлыков, всего прочего, ну, это вообще ни о чем. Это вообще не то. Сейчас я вам покажу. Здесь интересен сам дизайн. Сейчас мы посмотрим барашки. Всякие здесь. Видите, такой дворик. И там детская площадка есть. Вот, 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 вот так. Детям здесь очень интересно. У меня артан сюда просится, потому что там площадка достаточно хорошая. Сейчас я на нее наведу. Вон там площадочка. Здесь интересно. Но кухня. Мы здесь пробовали шакшука. Это баклажаны, перцы и картошечка в томатном таком специфическом определенном соусе. Вот она вкусная. А потом пробовали отдельно стандартные шашлыки. Они ужасные. А мы продолжаем движение дальше. Вот, куда я хотела, туда я и пойду. Что-то я вам как-то много жалуюсь. Да, что то невкусно, то невкусно. Ну, так просто получилось. Вчера у нас действительно с этим пиде и муж, и я сказали, что мы уже, ну, очень давно так невкусно не кушали. Оно просто отвратительное пиде. Хотя сыну нашему понравилось. Иртан говорил, что ему вкусно. Но часть с мясом он не ел. Он часть только с сыром. И то он без самого, без самой лепешки, он выковырял только этот сыр и подмешал его к своему кумпиру. Но вот это ему было вкусно. Само пиде, конечно, это не пиде. Вот я ела пиде, сейчас скажем, где вкусное пиде, на Барбаросса, Конья Этли Экмек, по-моему, называется. Вот там, я не знаю, испортилось или нет, но вначале, когда они открылись, там было замечательное пиде. Вот там, да, это пиде. А то, что валаньями на третьем этаже, это под баклажанчики, скорее всего, готовят. Вот такие распорки ставят для баклажан. А то, что на третьем этаже валаньями, это не пиде. И муж мне сказал, ну, никак не караденизлы пиде. Это не караденизлы пиде. Просто без ума люблю, без ума. Такое выражение. Вы знаете, вот когда живешь на родине, ну, я, в частности, вот в Белоруссии, но я имею в виду в плане того, что говоришь на русском языке, тогда все слова и выражения, они на автомате, они понятны. А сейчас иногда говоришь, что без ума люблю, думаешь, без ума, без ума. Это как дура, что ли? Вот без ума люблю наши горы. Начинаешь как-то задумываться за... Начинаешь понимать, как вот слышат иностранцы наш язык. Иногда действительно выражения бывают такие, что над ними надо задуматься. Чтобы было понятно, где мы с вами. Вот Мегросс, а здесь, здесь Барбароса. Мы немножечко на переулочек ушли с Барбароса. И обязательно вернемся, не переживайте. Мы обязательно туда вернемся, вот на следующей улице, где отель Sun Star, по-моему. Где отель, зелененький отель Sun Star, как-то знакомая мне сказала. Как они? А, Кузнечик. Назвали Кузнечики, я теперь тоже его называю Кузнечик, потому что он похож на Кузнечика. У него цвет как раз такой, вот Кузнечик. Вот впереди виднеется отель Кузнечик. Пока идем, хочу вас немножко рассмешить. Где-то недельки-две назад Эртан меня так развеселил. Был дождик, и на следующий день я ему как раз обувь не проверила. Думала, что она чистая. На следующий день я его одеваю в школу, обуваю. А обувь вся грязная. Я говорю, Эртан, ну почему, говорю, у тебя обувь грязная? Она говорит, мама, это из-за жвачки. Я говорю, ну при чем здесь жвачка и обувь? Он говорит, мам, она была такая кислая, что она заставила меня бежать. И я наступила в лужу. Мы подошли к отелю Сан Стар, к отелю Кузнечик. Теперь вы, наверное, тоже его будете так называть. Но он Кузнечик, но у него прям цвет такой, смотрите. Он похож на Кузнечика. Никогда не задумывалась, но когда мне сказали, там девочки договорились встретиться возле отеля этого, говорят, а что это за отель? Ну, говорит, ну Кузнечик. Я бы с тобой посмотрела, он действительно отель Кузнечик. Тоже очень люблю вид гор на этой улице, это возле большой мечети. А мы с вами выходим на Барбароса. Здесь ветерок, я не знаю, будет ли вам меня слышно или нет. Вот другой блок этого отеля Сан Стар, такой же Кузнечик. Я здесь была, представляете, уже была, когда этого отеля еще не было. Вот этот вот комплекс Топчу, по-моему, он был крайний. И было, и было лучше. И было лучше, потому что в этом отеле я никакой красоты вообще не наблюдаю. Посмотрите, какое интересное растение. Оно прямо, оно прямо кружевное, как из кружева состоит. Наверное, ветер мешает, и меня не слышно. А я сейчас хочу вас сводить в парк центральный. Перешли мы с вами через дорогу. И сейчас посмотрим, что здесь у нас. Фонтан я не вижу, чтобы работал. Фонтан не работает. Но он периодически то работает, то не работает, не поймешь как. Зелень, зелень. Посмотрите, какая у нас красивая зелень. Здесь вам меня будет слышно, потому что здесь ветерочек немножко закрывает деревья. Там солнышко. Там солнышко. Так, здесь на столиках есть кто-то? Ну, там немножко несколько человек есть. Рукодельники, ремесленники. Так, а здесь у нас там какое-то кафе возле русского сообщества. Возле музыкального магазина появилось какое-то кафе. Там я видела столики, но я сейчас туда не пойду. Я не пойду, я все-таки хочу с вами пройтись. Я перейду сейчас на набережную. Я перейду сейчас на набережную, и мы с вами пойдем, пройдемся по набережной. Кузнечик. Привет, кузнечик. У нас настоящая весна. Просто прям вот весна-весна. Не придерешься, не скажешь весна-но. Никаких но, у нас весна. Просто замечательно. Птички поет, солнышко. Красота. Я без жилетки, без куртки. Ну, просто здорово. Погода, погода просто чудесная. Все цветет, запахи чудесные, замечательные запахи. Но я начну страдать от аллергии. В прошлом году, в позапрошлом это было вообще критично. Как будет в этом году, я не знаю. Эти цветочки еще не в полном объеме показали свою красоту. Потому что только-только, видите, только-только бутончики начинают. А здесь зарождается новая банановая жизнь. Как так показать, чтобы вам видно было? Это цветок банана. Это цветок банана. И здесь желтенькие. Сейчас попробую приблизить. Вот так видно. Так появляются бананчики. Там будут маленькие-маленькие бананчики рядами. Их будет много-много. Уходим мы с парка на набережную. Мне просто самой любопытно. Я знаю, я 100% знаю, что европейцы сегодня обязательно, обязательно загорали. Потому что погода была просто чудесная. Вот сейчас уже дело близится к 5 часам. Сейчас, подождите, я посмотрю, сколько. Нет, сейчас уже к 6 часам дело близится. И да, немножечко стало, чуточку стало прохладненько. Киса, чуточку стало прохладненько. Здесь подкармливают кошек. Здесь что-то типа кошачьего парка. Не буду поворачивать голову. Наша замечательная красота. В этой черной машине наш Мухтар. Котелька, чтобы поздоровалась. Подъехал здесь его офис. Здесь вы можете по любым вопросам обращаться. Вот. В этой отеле Sun Star есть переход. Я уже одну половинку успешно перешла. Сейчас ждем, когда освободится дорога, чтобы перейти здесь. Там вдалеке наша любимая Алания. И мы обязательно с вами прогуляемся. Видите? Ветер мешает. Ветер мешает говорить. Главное, чтобы он не мешал вам слышать меня. Какая красота. Идем к морю, да? Как же без этого? Как же без моря? Идем к морю? Идем к морю. Ой, какие красивые волны. Какие красивые волны. Я вам сейчас покажу. Покажу вам всю эту красоту. В полном объеме. Сейчас ближе подойду. Как не получилось. Или постоянно. Как и красивые волны. Как неüs. Время сейчас без десяти шесть, в это время уже нужно одеваться, потому что солнышко садится, здесь такой ветер поднялся, вы знаете, я бегу домой греться, всем пока-пока.